Привет всем любителям физкультуры и спорта. Проект Олимпийского сайта Ульяновской области «Реальный спорт Ульяновск» снова в эфире после летних каникул. И с вами я, Михаил Русашанский. Сегодня мы с вами подведем итоги битвы футбольной Волги и Рубина, поболеем за наших ветеранов дзюдо, покатаемся на картинке вместе с участниками всероссийских соревнований и вспомним, как ульянцы провели День физкультурника. И сделаем все это в компании с председателем Федерации велоспорта Ульяновской области Павлом Завьяловым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вы не только руководите ульянским велоспортом, но еще и школой Олимпийского резерва «Волга», в которой кроме велоспорта есть еще несколько видов. Как удается их объединить? Объединяет, конечно, все спорт. Да, у нас есть спортивная робика, конкобежный спорт, каратэ, наш любимый велосипедный спорт. И все их объединяет именно спорт. В Едине вашей спортивной школы есть еще и стадион «Волга». Поляна там футбольная хорошая. И какие вообще соревнования там проводите? Поляна у нас натуральный, натуральный газон, но никак в Лужниках соревнования по футболу мы не проводим, только любители играют или тренировочные занятия. Наш стадион заточен под хоккей с мячом. Зимой заливаете лед? Да, зимой заливаем лед. Нам, конечно, не хватает полировочной, заливочной машины, но качество проведения соревнований сейчас намного улучшилось, потому что в 2000-2001 годах стадион вообще не заливался. И когда он к нам перешел в 2003 году, он преобразился. И сейчас, на данный момент, мы проводим прекрасные соревнования, перенства по хоккей с мячом, где уже присутствует и хорошая поляна, алюминиевые бортики, алюминиевые ворота и кабинки для... Все условия для проведения соревнований по хоккей с мячом. Ну а мы с вами перенесемся на Съединенный труд, где недавно наша футбольная «Волга» сражалась с матерым казанским рубином. Леонид Сунский вернулся в Ульянск после 20-летнего перерыва. В начале 2000-х руководимая им Волгоградская Олимпия здесь же на Съединенный труд уступила в рамках второго дивизиона со счетом 1-4. Единственный гол в составе гостей забил тогда будущий бронзовый призер чемпионата Европы Денис Колодин. Сегодня поле лучше чем тогда было. Тогда мы играли в дождь, в грязи, в нереальной. Я помню это. Ну и стадион как бы он похож, но понятно, что он преобразился и тогда он был пустое. Нынешний рубин Слуцкого Ульяновск встречал громадными очередями в кастах стадиона труд, которому пару лет назад дали имя Льва Яшина. При этом ни один местный, даже самый преданный болельщик и не мечтал о новой крупной победе «Волги». Будет упорная борьба, но посмотрим. Будем надеяться на лучшую игру нашу. Посмотрим. Надеюсь, конечно, что хотя бы ничья будет. Будет положительная тяга. В начале матча Рубин на правах безоговорочного фаворита запер «Волгу» на ее половине. Подал угловой раз, подал два и со второй попытки открыл счет. Леон Мусаев головой отправил мяч в ворота хозяев. Ответную голевую атаку начал Александр Сапета, которого «Волга» подписала на один год за несколько дней до матча. Получив мяч от своего более опытного партнера, Денис Рахманов упал на газон в борьбе с Ильей Самошниковым. Как мне казалось, я прокинул. Был небольшой контакт, который повлиял на мое падение. Судья расценил, что пенальти. Значит, был пенальти. Юрий Дюпин хоть и угадал угол, куда будет бить Чингиз Магомадов, но до мяча не достал 1-1. И почти сразу хозяева остались в меньшинстве. Сапета получил вторую желтую и обрек «Волгу» на тяжелую вторую половину. Хозяева держались самоотверженно. Пару раз были близки к голу. Однако в итоге не дотерпели пару минут. Уже в компенсированное время Рубин преобразовал свой седьмой угловой матча в гол. Отличился Джоэль Фомье. 2-1. Рубин одержал хоть и трудную, но вполне ожидаемую победу. Автор победного гола Джоэль Фомье с пяти мячами в шести играх возглавил гонку бомбардиров первой лиги. Павел, у вас в школе есть и представители единоборств. Каратисты, кудоисты, например. А вы сами не пробовали? Ну, надеть кимоно, например, и выйти на татами. Да, я служил, как говорится, в сапогах. И когда я велосипедистом пришел в армию в десантную часть, мне сказали, что такого вида спорта у нас нет. Я, конечно же, выбрал самбо и боролся. Но мое достижение – это второе место на 15 частей по самбо. Тем не менее, лето – это все-таки время велоспорта. Недавно Ульянск принимал первенство России. Довольны ли вы его результатами? Да, результатом доволен. И у нас участвовал самый лучший гонщик. Он у нас член сборной команды со стороны Белянина Андрей. Занял четвертое место на наших соревнованиях. Ему техническая проблема помешала на финише. И он уступил третье место. Он мог занять бронзовую медаль. Но Андрей на данный момент борется. Уже завоевал три медали золотых в этом сезоне. Только в этом сезоне. Еще сезон не закончен. Я думаю, он еще скажет о себе золотую медаль. Ну что ж, а мы сойдем все-таки с велосипеда и поборемся над татами. Философия дзюдо в одном танце. Постановщики церемонии открытия 13-го первенства России среди ветеранов, что прошло в Ульяновске, постарались показать, дзюдо – это не только сила, но и ум, благородство и кодекс чести. В 15-минутной постановке задействовали около сотни танцоров, столько же юных спортсменов и одно большое полотно. Вот это полотно изображало философию и мысли дзюдо. Ну а мы попробовали это сделать, чтобы это было красиво, чтобы было понятно, что мысли, они огромные, они разноцветные, они добрые. Что человек, он всегда сильный, мудрый. И если он думает своей головой, то у него все получается. Около 500 дзюдоистов вышли на татами в ледовом дворце «Волгоспорт-арена». Статус открытого состязанием придали участники из Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Среди почетных гостей один из самых титулованных советских дзюдоистов – Башир Вараев. Четырехкратный чемпион Европы говорит, что поединки ветеранов такие же азартные, как и встречи молодых спортсменов. Здесь более активные, более рисковые ребята. Они все тренеры, они хотят своим ученикам показать, что до сих пор будет пример показывать своим ученикам. Восемь золотых медалей завывали ульяновские ветераны на домашнем первенстве. Финал весовой категории до 81 килограмма получился чисто хозяйским – Сергей Бесольцев против Марата Зарипова. Уступать не хотел никто. В итоге Зарипов был чуть удачливее и занял первое место впервые в своей карьере. Мы друг друга знаем, но с детства тренируемся. И уже каждый знает, что будет делать. Тут только везение. Может, а так тяжело было. Один из самых зрелищных финалов – тот, в котором гостью из Москвы противостоял димитроградец Дмитрий Тарасов. Скорости на татайме такие, что пару раз судям пришлось обратиться к видеозаписи. Иначе не понять, в чью пользу действия. В итоге Тарасов уступил и стал серебряным призером, как и еще четверо ульяновцев. Кроме того, в копилке региональной сборной еще семь бронзовых наград. Это лучший показатель в неофициальном командном зачете. Павел, давайте все-таки вернемся к вашему любимому велоспорту. Чем все-таки он завоевал ваше сердце? Конечно же, скоростью. Скорость, приобретенная своими силами. И та жажда борьбы, когда много гонщиков, и идет вот эта борьба между всеми гонщиками. Вот она завораживает. И самая главная – скорость. Ну, а мы сейчас посмотрим сюжет о виде спорта, в котором скорость – тоже самая главная составляющая. Машинки, скорость и азарт. Детские мечты мальчишек в реальность воплощает самый масштабный проект в России – СМП Рейсинг «Газпром детям». В Ульяновске прошли детско-юношеские соревнования по картингу среди спортсменов 9-16 лет. Мы являли самых талантливых гонщиков-любителей. Цель проекта – вытащить и найти любителей со всей России. Поэтому у нас в этом турнире задействованы в этом году 16 городов. Это начиная с Иркутска, заканчивая Калининградом. В Ульяновск приехали 45 гонщиков из Ростова-Дону, Грозного-Рязани, показания Пенза-Саратова-Самары. Приехали, естественно, заранее, чтобы трассу обкатать, повороты выверить. И, надо сказать, гости подобрались талантливыми. Они показали такие хорошие результаты, на которые мы даже не надеялись. И в младшей группе, и в средней группе вышли в эту стадию финала ребята, которые приехали, они практически ничего не умели. Они ехали достаточно медленно. За полтора месяца обучения они достигли достаточно хороших прогрессивных результатов. Жаркие баталии в Ульяновском карт-холе кипели целых два дня. Сначала в закрытом помещении, а затем на открытой трассе картодрома. Пропускали финал в Москву, получали по три лучших гонщиков в каждой из трех возрастных групп. Хочется показать достойный результат и сделать все возможное и невозможное. Если в первых заездах учащимся в второй ульяновской гимназии где-то не везло, то по сумме стартов у Ивана Волобовой твердое второе место в старшей возрастной группе и заветный пропуск на финал в Москву. Кроме Ивана в ульяновской команде отличились Тимофей Губин, завоевавший бронзу в младшей возрастной группе, и Матвей Машкин, который был вне конкуренции среди гонщиков в 12-13 лет. Видно, что они уже правильно, грамотно оценивают свои силы и только радуют, потому что нам нужно как профессиональным пилотам растить смену и передавать тот опыт, полученный на всех трассах и за все эти года, которые мы выступаем. Растим из любителей, даем им возможность участвовать в автомобильном спорте, в профессиональном, и там уже дальше. Может быть здесь и будущий есть пилот Формуле-1, кто знает. Алексей Басов доволен этапом отбора в Ульяновске, потому что есть кому передавать свой опыт. А мы же верим в наших парней. У Губина-Машкина и Велобойла в середине сентября важный старт в Москве. Павел, а у вас спортивная семья? Вы всех успели посадить в седло велосипеда? Да, почти, кроме жены. Две дочери и зять, и внучка сидят на велосипеде, дочери участвовали в соревнованиях. Конечно, сейчас у них немножко это уже как физкультура, но мы сидим в седле всей семьей, катаемся. Кстати, о физкультуре. Недавно мы отмечали профессиональный праздник, День физкультурника. Как считаете, середина августа – это оптимальные сроки проведения его? Вторая суббота мы уже привыкли. Августа традиционно проходит наш любимый праздник. Мы всегда делаем какие-то красочные мероприятия. Но я так думаю, что хотелось бы где-то в сентябре его делать, потому что все приезжают с отпусков, детишки возвращаются в школы, спортивная школа начинает работать. Я думаю, что лучше делать в сентябре. Ну а пока праздник проходит в середине августа. И давайте вспомним, как в этом году Ульяновск его принимал. Центральный Волжский пляж – одна из главных площадок Всероссийского дня физкультурника. В Ульяновске. По традиции здесь работают десятки спортивных площадок. Вход для профессионалов и любителей свободный. Очень здорово, что больше людей занимается спортом, кто интересуется спортом. Но и самое главное, что многие остаются в спорте. Это дорогого стоит. Традиционный турнир по пляжному волейболу собирает множество дуэтов. Жаркая борьба на безжалостном солнцепёке, тем не менее, исключает контактную борьбу. Сетка разделяет соперников. Чего не скажешь от турнира по рэкболу. Это симпиоз борьбы и баскетбола, помноженный на песчаную площадку. Без мяча в зарубон не включаемся, не боремся. Во время того, как игрок упал, свисток почему-то и сразу. Потому что играем на песке, чтобы во рту и в глазах у вас не было песка. Три команды единоборцев разыгрывают награды турнира. Состав дружин – от начинающих спортсменов до стилонных мастеров, которые констатируют. Рэкбол на пляже для борца – та же самая тренировка, только лучше. На пескерской злодвиге. То же самое, как тренировка, выносливость силовую, выносливость потом, как бы сказать, и дыхательную всю эту тренировку, когда ты устаёшь. Трёхкилометровая трасса по песку, сдобренная 20 испытаниями различной сложности, где надо карабкаться по стене, отжиматься, тягать автомобильную покрышку, ползти под Полстонский после посещения бассейна. Всё это гонка с препятствиями. Аналог знаменитой гонки героев. В программе Дня физкультурника эти состязания дебютируют. Здесь всё-таки воля, потому что силы-то есть у всех, а иногда думаешь пойти, не пойти. Всё-таки воля прежде всего. Пройти гонку с препятствиями всё же отважились около полусотни ульяновцев. Тяжёлое испытание, раскалённый песок – не помеха ни юным спортсменам, ни хрупким девушкам. Проверить себя, проверить свои силы, на что я способна, где есть слабые места, чтобы их прокачать. Ни одного схода, несмотря на сложность дистанции. До финиша, отдав все силы и эмоции, добираются все и становятся настоящими героями. Это главный итог дебютных стартов. Самое сложное было бег по песку. Необычное покрытие, я по нему никогда не бегал, вроде ни в Бразилии живём, ни во Флориде. Мне было это непривычно и тяжело. Вот стремление показать себя максимально эффективно и добиться победы для меня, это, кажется, самое главное. Но я думаю, что спорт и физкультура дарят радость и пользу абсолютно всем. Более 160 мероприятий, по данным областного Минспорта, прошло в Ульяновской области в минувший день физкультурника. Участие в них приняли более 10 тысяч жителей региона. Что ж, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реально спортивный человек, руководитель Федерации велоспорта Ульяновской области Павел Завьялов. А с вами был Реальный спорт Ульяновск. До свидания. До свидания. Занимайтесь спортом. Встретимся через две недели.